Продолжение следует... Алексей Гуськов далеко не сразу пришел в искусство. Сразу после окончания школы он поступил в Бауманское училище, где проучился почти 5 лет. Но театральная сцена не теряла для него своей притягательности. Еще в школьные годы он принимал самое активное участие в самодеятельности. Талантливая игра Алексея Петренко на спектакле, с участием которого побывал Алексей Гуськов, заставила студента технического вуза принять серьезное решение. Он забрал документы из МВТУ имени Баумана и отправился поступать в школу-студию МХАТ, куда и был зачислен. Лидия Вележева с детства знала, что станет актрисой. Родители развелись, маме было очень трудно самой поднимать сестер-близнецов, и она определила их в школу-интернат с углубленным изучением китайского языка в Киеве, где жила семья. Когда же у мамы появилась возможность забрать Лидию и Ирину, девочки уговорили ее оставить все как есть. В 13 лет девочка отнесла свои фотографии на киностудию имени Довженко, чтобы ее данные внесли в картотеку детей актеров. Благодаря этому ее вскоре пригласили на съемки в фильме «Ожидание». Девушка после получения аттестата подала документы в Киевский театральный институт, но не прошла по конкурсу. Зато на следующий год с первой попытки стала студенткой из Щукинского училища, окончив которое поступила в труппу театра имени Вахтангова. Он впервые увидел ее на экране в фильме «Государственная граница». Несмотря на то, что актриса ему понравилась, никаких попыток найти ее и познакомиться он не делал. Но однажды, сидя на театральной лестнице с сигаретой в руках, увидел, как она поднимается наверх. Лидия попросила у него спички, подкурив она автоматически положила их в собственный карман и убежала готовиться к репетиции. Оказалось, они задействованы в одном спектакле, и Алексей Гуськов все время сверлил актрису взглядом, раздумывая, собирается она ему возвращать пресловутые спички или нет. Их отношения развивались стремительно, и вскоре Алексей Гуськов и Лидия Вележева стали мужем и женой. Для него это был уже второй брак. Со своей первой женой Татьяной он разошелся из-за несовпадения интересов. С тех пор прошло уже 30 лет, а они все так же ценят общество друг друга, как в молодости. Алексей Гуськов признается, сейчас он любит свою жену даже больше, чем в далеком 88-м году, когда они только начинали свою совместную жизнь. Им вместе пришлось пройти немало испытаний. Начиналась их жизнь в коммуналке, когда денег не хватало даже на нормальное питание. Потом пришли сложные 90-е. Застой в кинематографе и профессиональная невостребованность привели к тому, что Алексей начал злоупотреблять спиртным. Однако они вместе смогли преодолеть трудности и дождаться своего звездного часа. Они воспитали двух замечательных сыновей. Владимир, старший, сегодня успешный актер, работает вместе с родителями в театре имени Вахтангова. Дмитрий решил стать продюсером. Когда у супругов спрашивают о секрете их семейного счастья, они дают совершенно разные ответы. Алексей Гуськов искренне считает, что надо просто уметь слышать свое сердце, которое непременно подскажет, как сделать правильный выбор. Наверное, их семью не зря считают почти идеальной. Два совершенно разных человека научились быть счастливыми вместе и слышать не только свое сердце, но еще и сердце любимого человека. Для Алексея Гуськова стал судьбоносным просмотр спектакля с участием Алексея Петренко, который силой своего таланта подтолкнул будущего актера принять правильное решение. Сам же Алексей Петренко был настолько неистов в профессии, что буквально перенимал характеры своих героев, правда его близким при этом приходилось очень нелегко. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал.